Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Поскольку сегодня у нас среда, с вашего позволения, начну прямо с того, что раз среда пришла, можно говорить о том, что неделя прошла, но в отношении нашего спекулятивного трейдерского ремесла это не совсем так, поскольку мы только подошли к кульминационным отчетам всей пятидневки. Вот сегодня у нас, как вы наверняка могли заметить по содержанию экономического календаря, индекс потребительских цен еврозоны и первый отчет по американскому рынку труда, который будет предварить пятничный non-farm payrolls. Это очень важный релиз, поскольку сейчас, наверное, каждый статистический отчет, который мы анализируем по США, имеет крайне высокое значение, поскольку даже по итогам прошлой недели, того, что мы услышали от госпожи Елен и ее заместителя Стэнли Фишера, стало ясно то, что для американского регулятора сейчас является определяющим как раз макроэкономическая статистика. И мы с вами уже давно за ней следим, сейчас внимание к ней более повышенное, поскольку есть четкое осознание, что действительно сильные отчеты могут поддержать позиции доллара через решение ФРС по ужесточению монетарной политики. Для нас, наверное, это самый лучший сценарий, который мы можем дождаться, поскольку лично я, преданный покупатель доллара, я вот не позволял рынку навязать себе позиции того, что этот инструмент является аутсайдером, отстаивал позицию того, что он имеет потенциал для роста, и вот сейчас мы видим, как этот потенциал мало-помалу реализуется. Я надеюсь, что никакого давления в среднесрочной перспективе серьезного на доллар оказано не будет, а если фундамент будет, скажем, складываться воедино оценки перспектив повышения процентной ставки в том формате, в котором бы нам хотелось, я думаю, что рост доллара будет даже еще более выраженным. Ну, как и всегда, немножко отвлекся, есть такое за мной, давайте не будем нарушать нашего сценария, начнем мы традиционно с того, что показывает рынок нефти. Клод вчерашнего дня 48,70, сейчас актив находится на отметке 48,62. Закрытие даже по фьючерсным контрактам мы видели на двухнедельном минимуме. Это хороший знак, тем более для нас, тех трейлеров, которые ставят на ослабление позиций углеводородов. Наконец-таки мы с вами получили еще большую фундаментальную поддержку и подкрепили собственное медвежье позиционирование, потому что нужно ждать, терпеть, не нужно обращать внимания на локальные бычи, восходящее движение выпады про торговку, поскольку фундамент, как я уже отметил, сигнализирует о том, что этот актив нужно распродавать. Поэтому по Brent мы с вами давно идем уже к цели ближайшей поддержки 48 долларов за баррель, которую планируем быстро преодолеть, чтобы начать постепенное снижение в районе 45. И даже это не наш заветный целевой ориентир, потому что есть все основания полагать, что Brent может котироваться и ниже. Вот как раз значения ниже являются для нас более оправданной целью. Вернемся к фундаменту прошлого дня. Начнем с той динамики, которую показывал доллар, потому что с некоторых пор мы с вами стали активную ставку делать на доллар как один из определяющих факторов движения ценового характера товарно-сырьевых инструментов. На нефть доллар безусловно влияет. И особенно сейчас, когда мы, как и все трейдерское сообщество, готовятся к повышению процентной ставки. Каждый отчет, который публикуется по США, имеется сейчас десятикратное значение. Вот вчера вышел уровень доверия потребителей. По факту цифра очень хорошая. 101.1 против прошлого 96.7. И этот отчет трейдеры интерпретировали не просто как еще один осильный релиз американского происхождения, а как еще один, а может быть даже не один процент роста вероятности того, что ФРС будет ужесточать монетарную политику. Плюс ко всему, вчера снова выступил Стэнли Фишер, который, в принципе, озвучил точно такую же позицию, как и в прошлую пятницу, дополнительно поддержав позиции доллара. Раз растет американская валюта, значит, товарное сырье снижается. То есть снижаются те активы, чья стоимость номинирована в американской валюте. О логике такой связи мы с вами говорили вчера, я думаю, что ее все усвоили. Поэтому, делая ставку на дальнейший рост доллара, мы не можем отказаться от идеи того, что подобная динамика будет поступать одним из определяющих факторов для ослабления товарного сырья. Золото и нефти, вот на которой мы делаем даже большую ставку. Плюс ко всему, может быть, даже еще большее давление на котировки Brenta вчера оказали комментарии заместителя министра нефти Ирана о том, что это ближневосточное государство планирует уже поднять планку производства не до 4 миллионов баррелей, как планировалось ранее, а до 4.75. Безусловно, на это потребуется время. Но чтобы сохранять эту преемственность в плане увеличения производства, мы с вами понимаем то, что из месяца в месяц мы будем наблюдать значение по выработке со знаком плюс. На текущий момент, если кто-то забыл, Иран добывает примерно 3,8 миллиона баррелей в сутки. Это гораздо больше, чем те уровни, которые мы зафиксировали год назад, когда еще действовали санкции, и вот сейчас, освободившись от них, Иран быстро наверстывает упущенное, запускает производственные мощности, которые раньше простаивали, и стремится к тем уровням, которые характеризовались раньше до санкционными значениями. 4 миллиона – это ближайшая цель, но судя по амбициозным планам, и я считаю, что это правильно со стороны того государства, которое может себе позволить добывать такие, собственно, объемы, и почему бы этого не делать. Я хочу подвести те комментарии, которые были сделаны, к ожиданию потенциальных договоренностей, которые еще маячат среди оптимистов по факту предстоящей алжирской встречи нефтедобывающих стран. Ну, как вы думаете, исходя из такой позиции, будет ли Иран поддерживать инициативу, которая предполагает снижение объемов производства? Безусловно, это риторический вопрос. Ну, если все-таки не искать на него ответ, конечно же, не будет. Может быть, участие и примет, об этом уже, в принципе, было сказано. Но вряд ли в качестве того региона, который будет со знаменем идти в пользу тех, поддерживать те идеи, которые предполагают якобы стабилизацию ситуации на рынке меганосителей. Поэтому от предстоящей встречи ничего хорошего мы не ждем. Хотя допускаю то, что по мере приближения, это конец сентября, могут появиться дополнительные комментарии, за которыми мы будем следить, поскольку они для рынка нефти являются сейчас определяющим фундаментальным звеном, которые в очередной раз приведут к росту котировок нефти. Но это также будет только спекулятивный настроенческий рост, который с большой долей вероятности не будет иметь никакого среднедолгосрочного продолжения. Поэтому смотрим снова на более низкие ценовые значения, получаем дополнительную фундаментальную поддержку и настаиваем еще больше на своем. Ну и, конечно же, вчера вышел отчет по запасам нефти США по версии АПИ. Запасы указали на то, что прирост снова за прошлую неделю плюс практически 1 миллион баррелей. Неплохая цифра. Самое важное то, что она сохраняется со знаком плюса. И это краткосрочный фактор давления. Поскольку мы уже неоднократно отмечали высокую степень корреляционной взаимосвязи между частной оценкой и данными, которые мы получаем от Минэнерго США, то сегодня официальная статистика, которая выйдет в 17.30, также может просигнализировать о росте запасов. А вот на этот релиз трейдеры в последнее время обращают очень много внимания. И локальная реакция значительная. Если запасы сегодня подрастут, тогда вкупе с сильным долларом, который, судя по динамике пары доллар-японская иена, сегодня планирует закрыть день еще выше, вкупе с вчерашними комментариями со стороны Ирана, вкупе с куда меньшим оптимизмом по поводу договоренности, все это поспособствует тому, чтобы бренд оказался ниже 48 долларов за баррель. Почему бы ни к концу даже сегодняшней торговой сессии. Российская валюта, как мы с вами планировали, легкую девальвацию увидели 65.21. То есть пара закрепилась выше 65. Как уже отмечал, если бренд все-таки окажется ниже поддержки 48 долларов за баррель, тогда рубль будет тестировать пара USDRA по планку 65.50. Но, исходя из политической темы, на которую мы с вами делали ставку, вряд ли пара уйдет выше 66, хотя все может быть. Самое важное, главный момент, на который мы обращаем внимание, это сохранение вектора девальвации, осознание того, что рубль является активом, который потенциально фундаментально должен стоить гораздо меньше против своих основных конкурентов. И этого достаточно, чтобы ни в коем случае не ставить сейчас на укрепление этого инструмента. Поэтому давайте по паре USDRA ждать наших более высоких ценовых значений, даже если на это потребуется больше времени. Евро против американца. 1.11.45 давление сохраняется. Если разобрать вдоль и поперек ситуацию фундаментального характера в рамках вчерашней торговой сессии, то, во-первых, на евро продолжает влиять сильный доллар, который обновляет локальный максимум, претендует на даже новые экстремумы, которые, разумеется, поднимают нам настроение, потому что сильный доллар – это то, что мы с вами и хотели. Видите, доллар получил поддержку от комментариев высокопоставленных чиновников ФРС и, разумеется, потеснил позиции рисковых инструментов. Второй момент, на который нужно сделать ставку – это вчерашние комментарии Министерства иностранных дел Германии, которые снова акцентировали внимание трейдеров на ситуацию вокруг Англии, оказавшейся вне Европейского интеграционного союза. В частности, по мнению МИДа Германии, последствия будут значительными. Не стоит обращаться сейчас, полагая, что ситуация под контролем. Как только дело дойдет до инициирования 50-й статьи, когда процедура уже пойдет полным входом, окончательного выхода, мы будем наблюдать ухудшение экономической конъюнтуры в рамках всего валютного блока. И вот Германия призывает готовиться к этому уже сейчас. Я думаю, что это основа, скажем, причина такого холодного ветерка в тему Брекзита. И я практически не сомневаюсь в том, что действительно она еще неоднократно аукнется в плохом смысле и в негативном плане для курса национальной валюты, которая стоит за Европейским союзом. Поэтому первая идея, на которой, точнее, уже вторая, которую мы делаем ставку в плане объяснения снижения, это, помимо доллара, еще и ожидания последствий Брекзита, которые еще только проявятся. Что касается статистики, то вчера вышел отчет по индексу потребительских цен Германии в годовом выражении 0,4, без изменений. Что касается месячного, то спад на 0,2% до уровня 0,1%. На самом деле это много. Учитывая то, что эта статистика отражает интервал месячной давности, большую часть прошлого месяца, мы видели, как бренд претендовал на более высокие ценовые значения, то есть торговался с плюсом, с возможностью даже ухода выше, гораздо выше 50 долларов за баррель. То, что индекс потребительских цен снижается, это сигнал замедления потребительской активности, это сигнал того, что ВВП, скорее всего, просядет. И это еще одна причина, которая сейчас заставляет нас задуматься о том, что же можно ожидать по аналогичному отчету в рамках еврозоны. Я думаю, что с большей долей вероятности сегодня в 12.00 по московскому времени, буквально через 2 с небольшим часа, мы по еврозоне в месячном выражении будем констатировать снижение, то есть снова приближение к нулевой отметке. И если это случится, то снова будут актуальными разговоры, о том, будет ли и стоит ли Европейскому Центральному Банку задуматься о новых пакетах экономических стимулов. До фактических действий, конечно же, в ближайшее время вряд ли дойдет, но, как я уже отметил и на прошлой неделе, и вчера, нам достаточно получить вербальный намет, потому что подготовка к этим стимулам это как раз тот самый основной негативный посыл, который будет идти со стороны Европейского Союза, указывающий на то, что евро снова будет тяготеть к отметке 1.10 с потенциалом ухода еще ниже. Поэтому, если все сложится так, как нам бы сейчас хотелось, а пока именно так и происходит, мы очень быстро увидим снижение пары евро-долларов в район 1.10. Фунт против американца 1.30.90, сейчас котировки понемногу сползает в район поддержки 1.30. Но, честно говоря, волатильность вчерашнего дня, конечно же, не позволяет сейчас нам уж больше внимания обратить на этот актив, потому что мы привыкли наблюдать фунт более динамичного характера движения. Диапазон хода незначительный. Мы с вами предположили, что в понедельник эту слабую проторговку и незначительную волатильность можно было объяснить банковским выходным. Но, как видим, вот эта спокойная торговая сессия понедельника перетекла в такую же спокойную сессию вторника. Наверное, фунту требуется какая-то поддержка, скорее всего, фундаментального характера. Если это так, то сегодня на повестке экономического календаря есть отчет, который может справиться с этой задачей, поскольку в 15.15 по Москве у нас отчет по американскому рынку труда EDP. И если мы сегодня получим снова сильный отчет, сильную статистику, демонстрирующую и указывающую на сохраняющийся прогресс в рамках данного сектора американской экономики, тогда поддержку снова получит доллар, а вот фунту, так же, как и рисковым инструментом, другим придется отступать. Я думаю, что сильная статистика по EDP может напомнить тем трейдерам, которые сейчас продают фунт, почему же актив оказался под таким серьезным прессом в прошлую пятницу, когда мы получили сигналы потенциального ужесточения со стороны Джанет Йеллен и со стороны Стэнли Фишера. Поэтому ждем отчет EDP, ждем, собственно, давление на позиции рисковых инструментов и ждем постепенного снижения пары фунт-доллар ниже отметки 1.30 и 1.50. Более-менее серьезный фундамент национального характера выйдет завтра. Это индекс делактивности в производственном секторе, а до этих пор я предлагаю сейчас больше сориентироваться на поведение доллара, положиться на ту динамику, которая будет сегодня разворачиваться по этому активу, ставя на ослабление позиции фунта. Доллар японская иена 103.12. Сейчас, думаю, что исходя из той подрости, которую мы сегодня наблюдали на азиатской торговой сессии, ралли бычьего характера продолжится и в рамках сегодняшней торговой сессии. Напоминаю то, что рост доллара снова базируется на резонансе, на комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен и ее заместителя вице-председателя американского регулятора Стэнли Фишера. Важно отметить то, что вчера он, собственно, снова выступил и лично у меня сложилось такое ощущение, что Стэнли Фишер испытывает какую-то подсознательную ответственность за состоятельность пучьего ралли. И как только понимает, что потенциал роста как будто бы исчерпывается, снова выкидывает на рынок заявление по поводу того, что позиционирование жестко сохраняется и нужно и дальше покупать доллар. Если это так, то он замечательно справляется с этой задачей, поскольку действительно его комментарии являются сейчас даже более определяющими, более значимыми для доллара, чем то, что мы слышали от Джанет Йеллен. В частности, вчера Стэнли Фишер отметил, опять же, прогресс на рынке труда, то, что американская экономика постепенно приближается к цели по занятости, отметил то, что отрицательные подсветные ставки невозможны в рамках американской экономики, то, что во втором полугодии 2016 года можно будет ожидать более динамичный темп экономического восстановления и следующие релизы будут определяющими для решения ФРС, ну и прежде всего окончательно для него, чтобы отдать голос за повышение процентной ставки. Также вчера вышел отчет по уровню доверия потребителей, я это отметил в начале брифинга. Еще раз подтверждаю то, что прогресс был весьма ощутимым, поскольку индекс оказался на отметке 101.1, это не что иное, как максимальное значение за год. Соответственно, вероятность повышения процентной ставки снова повысилась и нам остается сегодня следить за ADP, проанализировать эти данные и готовиться к Non-Farm Parallels, которая в эту пятницу. Но я думаю, что никаких разочарований не будет. Особенно такой оптимистичный подход связан еще с тем, что действительно вряд ли какая-либо цифра может сейчас сломать вот этот восстановительный тренд. В частности, BNP Paribas, инвестиционный холдинг, банк, на который мы традиционно делаем акцентра, отметил, что прогресс, который мы констатировали в последние два отчета, его в принципе уже достаточно, чтобы также по инерции толкать в приросте статистики и обновленные данные вверх. Даже если сегодня, то есть в пятницу от Non-Farm Parallels мы получим прирост новых рабочих мест на скромном значении в 120-125 тысяч, может быть даже чуть ниже, все равно медианная средняя за последние уже три месяца будет выше 220. Безусловно, это прогресс, это позитив. И, наверное, что бы ни случилось, вряд ли американец позволит сейчас иене, собственно, укрепить свои позиции и отбить эти драгоценные набранные пункты у доллара, тем более, что поддерживает еще сейчас бычий ралли по паре USD-иены все-таки подготовка и спекуляции на тему новых стимулов со стороны Банка Японии, которые снова были обозначены как вероятные в ходе выступления председателя Банка Японии Курады на симпозиуме на Джексон-Холле, который состоялся на прошлой неделе. Поэтому сейчас USD-иену мы с вами покупаем. Я думаю, что нам уже в пору метить на сопротивление 105 иен за доллар, почему бы нет, учитывая то, что пара так активно сейчас движется вверх. USD-ката, котировки на текущий момент 1.30.94, вот-вот мы пробьем с вами сопротивление 1.31 и пойдем к нашей следующей цели 1.32. Слабость нефти, фундаментального характера рост доллара этому способствует. USD-свиси 0.98.35, хорошо, что мы отбились от минимальных уровней и снова движемся в район паритета, который остается нашей целью. То есть неизмены, которые мы придерживались с вами уже давно. Австралиец 0.75.13, ждем закрепления ниже 0.75, как ближайшая точка поддержки, от которой можно будет оттолкнуться для того, чтобы сходить еще ниже. Новозелайнер против доллара 0.72.40. Но здесь, правда, нам нужно сначала 0.72, хотя я думаю, что будет вполне оправданно сейчас поставить на среднесрочное ослабление в районе 0.70. Но вы помните, что вчера я предложил вам еще руководство с икоркосрочной сделкой, поскольку есть вероятность состоятельности еще икоркосрочного бычьего ралли. Однако, если сегодняшнюю торговую сессию мы закроем ниже уровня 0.72, то, конечно же, вероятность реализации этого бычьего ралли сократится практически до нуля. Нужно быть бдительными, но я, собственно, слежу также за динамикой, которая сейчас происходит и буду держать вас в курсе. Что касается важных отчетов на сегодня. В 12.00 ждем отчет по индексу потребительских цен еврозоны, ждем снижения дополнительного давления на евро. В 15.00 статистика по американскому рынку труда и ДП, ждем поддержки для доллара. В 15.30 отчет по ВВП Канады, учитывая последние показатели по потребительским ценам и роничным продажам, учитывая вчерашние данные по торговому балансу, которые явно сигнализируют о том, что сокращаются экспорты от сырьевых товаров и увеличивается импорт, это может быть также следствием довольно дорогого курса канадца. Конечно же, это готовит нас к, вероятно, слабым цифрам по ВВП, хотя, наверное, я думаю, что сегодня мы с 80% вероятностью увидим пересмотр фактической цифры в худшую сторону и ждем, соответственно, дополнительного давления на канадскую валюту. В 17.00 рынок недвижимости, который по США, который радовал нас, вот последние несколько месяцев тренд, скорее всего, сохранится. А значит, у доллара будет еще один релиз, который может поддержать его позиции. И в 17.30 запасы нефти США по Минэнерго. Здесь следим за самой цифрой, за фактическим релизом по запасам. Помимо этого, еще предлагаю оценить запасы не только нефти, но и бензина и проанализировать цифру по объемам добычи нефти в рамках США за прошлую неделю. То есть, итоги этих отчетов мы подведем с вами уже завтра. На этом, собственно, все. Если есть вопросы, вы знаете, что можно задавать их на нашем официальном канале на YouTube, либо оставить комментарии, ну и, конечно же, ставить, условно, лайки под тем видеоконтентом, который пришелся вам по душе. Кодовое слово на сегодня фаза. Величина бонуса на пополнение, которое действует до следующего брифинга, 16%. Ну, а увидимся с вами уже завтра в 9.30 онлайн для тех, кто нас смотрит нас через перископ, либо уже в записи. То есть, видео будет доступно на официальном канале на YouTube буквально с 11 часов по московскому времени. Со своей стороны, хочу пожелать вам крайне удачной сегодняшней торговой сессии попутного тренда. Всего доброго. До свидания.